Привет друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер номер 6 или сервер номер 2, все как всегда, и как ты понял по названию, по первому ролику, сегодня мы вместе с вами посмотрим новое хэллоуинское обновление, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну что пацаны, в этом году CCD решили добавить глобальный ивент, не то что было в прошлом году, в прошлом году они просто добавили кейс в F10 через промокоды, с которой ты мог вытащить себе деньги, если брать бесплатно, а с платного ты мог вытащить себе автомобиль на виниле. А еще в прошлом году, то есть в 2020, была Е39 на виниле, 350Z на виниле и еще что-то было на виниле, но самый прикол в том, что они либо у меня текстуры на них прогрузились, хотя я в это мало верю, либо они реально убрали винил с Е39, потому что сзади меня стоит Е39, которая снималась в прошлом году в ролике, она была в хэллоуинской раскраске, сейчас что? Ее нет! Поэтому, сегодня вместе с вами посмотрим новое обновление, все необходимые темкоды есть в описании и на ролике, перематывайте туда, где вам будет интерес, а я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, погнали! Ну что пацаны, по классике, давайте начнем с ченжлога. Значит, исправили очень много багов, мелких недоработок, добавили там мелкие тюнинги, короче это неинтересно. Самое интересное то, что добавили цепочку заданий в честь вот этого хэллоуина, всех с праздников, кстати, да, начать ее можно на кладбище в деревне в западу зоны 51, включая в себя несколько заданий, за которые вы получите наградную валюту. Одно из заданий доступно вечер с 7 до 12 и с 19 до 0. Полученную валюту можно потратить в магазине события, цепочка заданий переставить будет доступна после 3 ноября. И добавили новый транспорт, еще раз повторюсь, это TRX и Lexus GSF. Значит что, теперь переходим к практической части этого ролика, идем смотреть. Короче, что нам нужно, мы отправляемся в деревню за зоной 51 и будем начинать нашу квестовую линию. А, и кстати, добавили вот такую вот мрачную погоду, такую фиолетовую, на этих пару дней. Выглядит в принципе прикольно, я забыл, что у меня не штура. Блядь, ты сейчас только понял, я же живу в Украине, а у меня еще 11 часов. А здесь, блядь, без 2 минут 12, а квестовая линия до 12, я еблан, блядь. Быстро, быстро начнем квестовую линию, прям пиздец. Вот здесь, наверное, брать задания, да? Зомби. Ну, здесь немного тачек, тем более. Ф, поговорить. Привет, красавица, нет, как помощь с хорошим друзьям? Да. В обеде не оставлю, как закончить, возвращайся в вне. Хорошо. Ебать. А что делать? Поехали за чиликом, он, наверное, знает. Вот сюда. Ага. Дэдпул, привет, дружище. В этой пустыне есть несколько плюшевых говняков, которые прикладывают свои бездушным братьям. Давай. Кстати, еще такая мрачная музыка. А последний раз я ее видел возле Хейзера. Вот тебе пушка, ты знаешь, что делать. Исбери с ним. Ни хера. Кстати, патронов всего 3, так что права на ошибку нет. Окей. Ебать, нормально. Подожди, нам же через инвентарь, да, надо? А, инвентарь на Z. Суждаем, блядь. Заряжаем. А, нихера. Плюшевые медведи, ебать. Раз. Стоп. Понял. Все? Я надеюсь, только с одним? Выстреляете. Охуеть. Окей. Попытка номер 2, блядь. Это Тедди, блядь, вообще. Он любит шлюх и пить. Вот в чем у них разница, блядь. Гонишь? Блядь, они же ничем, сука, не отличаются, вообще. Ты попал в правильную мишку, вернись к Дэдпулу. Серьезно? Поговорить. Да, ты снайпер, что тебя не подводит. Вот, держи свою награду. Спасибо. Но знаешь, твоя помощь еще кому-то пригодится. Так просто его не найти. Так что я отмечу его на карте. Окей. Я просто сейчас еду и представляю, есть ли было. А, вот эти все манишки, вот эти все разработки были доступны в 2015. В 2015-2016 году. Какой же этот имбовый сервер был? Ебать. Это что за человек-дерево? А, реально человек-дерево. А, что я как писька грыз просто? Грут. Я слушал, а ты был у Дэдпула. Он же сказал, что ты придешь. Окей. Слушай, в лесу развелось много грибов со странным эффектом. Не знаю, откуда они взялись, но они уже успели выгнать всех барсуков. И ты не представляешь, какую боль они доставляют деревьям. Знаешь, как невинусимо слушать их стоны по ночам. Ну да, знаю, у меня соседи такие. В общем, да, поможешь ли мне их утилизировать? Но если у тебя эпилепсия, будь осторожен. Просто беденок так и не вышел из леса. Если найдешь его, принеси жетон с шеи или хотя бы палец. Окей. Как съесть гриб? А, вот, ит. Слэш ит в чате, понял. Вы съели гриб. Осталось два. А можно этот же съесть, понял? Вот это колбасит. Мешрум, мешрум. Ебать, когда выпил диду его самогона. А еще долго это? Бачу, бачу, бачу. Мешрум, мешрум. Чика, чика. Ох, ебать, этих грибов, кстати. Интересно, как я отображаюсь для них. Ебать, гриб побежал. Они все за мной, ебать. Они реально за мной бегут, блядь. Это не обман зрения. Последний гриб. Ты сел остался на грибе, подойди к груту. Надеюсь, опять эта херня не начнется, пожалуйста. Блядь. Спасибо за помощь, но можешь помочь еще и Джейсон. У него тоже есть поручение. Окей. Я отметил на карте Вахибару. Но найти будет ее несложно, если Джейсон не найдет тебя первым. Это этот в маске, да, который? Ебать, грибов еще больше появилось. Ебать, они из-под земли вылазят. Ну что, Джейсон где-то здесь должен находиться. Здорово, Джейсон. Как дела? Как дела? Это ново, как дела? Давно я тебя ни о чем не просил. А сейчас очень важным людям нужна твоя помощь. Работа несложная. Просто перевези сокровища из одного места на другого. Всего лишь маленький сундучок. Даже грузовик не понадобится. Сейчас дадут фуру, да? Единственная сложность может возникнуть с полицией. А тебе же не составит труда сбежать. А, это доступное задание с 7 до 12. Блядь. Все нормально с картой. Освещение там. Что это происходит? Это называется... Включились квасты на CCD в 19.00. Именно поэтому приехали. Я взял на всякий случай, перепрошел линию. Хоть у меня было доступное задание, но я перепрошел. Ну, ты будешь потякать земную чинеру? Короче, я взял эту херню. И мне надо куда довезти? Куда-то мне, короче, довезти надо. А, вот он. Все, погрузил. Звезду дали. Не дай бог, это еще мет, блядь. Так, куда отвезти? Куда отвезти? А, обратно, понял. Смотри, как чел ебашит на этом TRX. Смотри! Либо они щиповки поставили, либо они врубили вот этот спорт режим, который я не знаю, как врубить. Ебать, там что-то взрывается. Ой, а оттуда надо бежать. Добавили хотя бы в два гаража метку, что ли, а не в один. Здесь сюда можно заезжать. Вот я доставил сокровища. Верните их Джейсону. Все, дай я выйду. Блядь, я надеюсь, сейчас не сдохну. Еще этого мне не хватало. Вот видишь, что я отлично справился. Я отметил, я место дал положение. Так, я понял. Какой-то бабе нам надо помочь. Может, TRX хер ты там уже найдешь? ГТР топовый, поэтому берем Ешку и поехали. Ой, Яма, а что-то такая за сочная Милфа здесь стоит. Ведьм. А, сори. Мы с Шабашем решили захотеть вечеринку, а в последний момент Кларис умудрился рассыпать из портала все праздничные тыквы. Так, наш праздник по ТТ. Это хорошо собирать тыквы мне, короче, надо. Я понял. А тыквы где? В СФ, да? А, вон они все. То есть мне, подожди, мне все эти маркеры нужно объездить? Если это да, то это очень много. А, вот и наша тыква, кстати. Давайте заскоренимся. Понял. Ты нашел тыкву, осталось 14? Ебать. Это реально, по всем этим точкам нужно приехать. Да, вы тоже видите, да, ментов, сука? Вот это приехал за тыквой, пиздец. Выходим. Выхожу. Так как вы не отказались от определения, я даю права выбора. Штраф давай. Это подстава просто с ментами. Снять розы с 50 тысяч. Получается, чтобы каждый раз пройти квест, ты будешь тратить по 50 тысяч на звезду, если есть менты. Но менты, мне кажется, всегда будут. Итак, конечно же, у меня вылетело. И, конечно же, все похерилось. И знаете что? Опять едь к этой милфе и разговариваю. Итак, последняя тыква. Бац, на базу. Все тыква. Возвращайся к NPC. Мм, спасибо. Вот шаболда страшная. Тоже не засчитала. Да. И у меня. Что, походу... Что? Блядь, серьезно? Оп. Мне ничего тебе сказать. Серьезно? Охуеть. Просто охереть. Я ждал весь день, чтобы вот это услышать. Вообще, ты не вжову со своими тегами. Ни система злупа полная вообще. А, пацаны, я вам всем-всем забыл рассказать, что вот здесь... Где? Вот здесь я нахожусь. Не на ИКХ Радмира. Здесь есть специальный хэллоуинский кейс. В котором мы можем выбить новую тачку с винилом. Вот. Но только здесь такие торги жесткие. Давайте чисто ради видоса откроем. Здесь иногда доходит до 16-20 миллионов на шестом сервере. Потому что первый, второй закрытый. Не знаю почему. Он мне не даст открыть. Минимальный шаг 150 тысяч. А у меня нету столько. А у меня 16-126. Да, если я сейчас снял, думал, может еще пятеру снять. Ну, в принципе, что? На спайзи выбил GSF на виниле. Даже в чате написали. Ну, тебе повезло, просто я деньги не снял. И, кстати, контейнер обновляется раз в час. О-о-о-о 66397. Ебать. А, что я хотел сказать, что на сервере также доступен промокод. Чтобы его ввести, надо нажать F1. Настройки. Действия. Открыть панель промокодов. И сюда вписываем CCD Halloween 2022. Вот. Применить. Информацию мы применили. Нам, по идее, должны дать 10 тыков и 10 кристаллов. Вот. И эти 10 тыков мы можем обменять на что? Мне кажется, вообще ни на что, да? Ну, да. Скин на МК очень охуенный. Прям очень. Но 10 тыков. Меня пошлют нахер с этими 10 тыквами. Самое прикольное здесь это скины и костюмы. Потому что тачки это говно. Они нахер никому не нужны реально. Короче, пацаны, давайте немножко подведем итоги по этому ролику. И подведем, почему же это обновление говно. Оно не проработанное, не продуманное. И CCD обосрались. Вот. Просто так жестко я хочу высловиться. Можете, конечно, тоже написать в комментариях, с чем вы согласны. А что еще такого я не сказал. Что тоже вас бесит. В комментариях жду. Самое первое, что меня бесит, это время проведения, что ты можешь проходить только с 7 вечера по 12 ночи, либо с 7 утра до 12 дня. Что-то такое. Типа, а если другие люди живут в другом часовом поясе, да, например. Либо у тебя нет возможности поздно зайти. Либо ты что-то делаешь, типа. Либо тебе свет выключили, как минимум. Ты никак не пройдешь и не заработаешь тыквы. Может, это сделано для того, чтобы не фармили. Ну, тогда сделайте меньшую плату за квесты, чтобы не фармили. Что-то такое. Второе, это то, что нельзя терять TRX. И об этом нигде не пишется. Никакой бот не говорит. Нам не говорит, что брат, не потеряй только тачку. Потому что все придется проходить сначала. Сервис сейчас нагружен капец. Он лагает. Вы видели меня FPS 30-15 в некоторых моментах вообще. Лагает, фризит, крашит. CCD. Неоптимизованный, как всегда. И TRX ты можешь очень легко просрать. Либо у тебя крашнет. Ты просираешь TRX. Либо ты его утопишь. Но это уже твои проблемы, я согласен. Третья проблема, это вы видели, как взорвались TRX на сдаче сундука. И я застрял на метке, я никак не мог выехать. Это тоже просвернул свой TRX. И следующее задание без TRX не работает. То есть, просрав его, ты просираешь всю квестовую линию. А приехать к первому боту и взять TRX ты не сможешь. Потому что так нельзя. И ты идешь опять, начинаешь с самого первого квеста. И это просто бесконечная херня. Третья, нигде не пишется тыквы. Вот реально, после каждого пишется, типа, на, вот твоя награда, тыры-пыры. И не пишется ни в худи, ни в тексте, ни в инвентаре. Не пишется, сколько тебе дали тыквы. И ты тупо не знаешь, сколько тебе дали, или вообще тебе что-то дали, или нет. Четвертый, это слишком сложный квест. Вот первый, вот этот, с мишками. Потому что мишки тупо одинаковые. Тебе тупо надо бегать и угадывать. Хотя там, сколько их штук, 6 стоит, или 5. Это тоже бред. Хотя бы была бы минимум подсказка. И четвертое, это то, что куча денег тратится на штрафы, заправки. И как минимум 50 тысяч рублей тратится на звезды. То есть ты ездишь на TRX, штрафы приходят. Заправлять его, в принципе, кстати, я не помню, надо ли. Вроде не надо. Но ты можешь сесть на свой этаж, кто и будет заправлять. И штрафы на TRX проходят. И это получается 50 тысяч за звезду. И там еще штрафы, как ты ездишь. И выходят тебе тыквы вообще не за бесплатно, а за бабки. Да еще такие неплохие. А если ты еще заплачешь за звезду и тебя крашнут. Брат, проходи заново линию и плати еще 50 тысяч за звезду. Мне вообще линия не понравилась. Я специально зашел на TRX посмотреть других ютуберов ролики. Да некоторые просто на мишках сдавались и говорят. Типа, ну его нахер, эти квесты. Нахер нам не нужны вот эти тыквы. Из-за них особо ничего не поменяешь. Все самые стоящие это скин и ярушка. И все. А у меня в принципе на этом все. Вот такое вот новое хэллоуинское обновление. Обязательно пиши в комментариях, как оно тебе. Успел ли ты что-то уже поменять, купить. Будет очень интересно почитать. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики по CCD. И не только. Напиши в комментариях, хочешь ли ты новых роликов по CCD. Я бы поснимал с радостью, если вам интересно. Обязательно нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Никогда их не пропускать. Но с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока.